Мы сейчас и как социальное общество, и в рамках надзорных, скажем так, мероприятий с органами полиции проводим проверки соблюдения режима самоизоляции. Вчера мы проводили такие мероприятия, мы очень переживали, как наши амурчане ответственные или неответственные относятся к этой процедуре. Нас порадовал результат. Все те проверки, которые мы провели, мы действительно удостоверились, что люди находятся дома, люди ограничили контакты и самоизолировались. Кроме того, к нам поступает еще дополнительная информация, когда люди вернулись из европейских регионов Российской Федерации, у них есть возможность провести добровольную самоизоляцию, люди идут на это. Это, безусловно, та мера, которая позволяет ограничить резервуар возможного распространения коронавирусной инфекции. Если говорить об административной ответственности за несоблюдение, вы, естественно, прекрасно понимаете, что к таким вызовам и к такому реагированию, естественно, в том числе и административное законодательство не было готово. Если я вам сейчас скажу сумму штрафа, которая предусмотрена в рамках санитарного законодательства, она абсолютно невелика, это предупреждение или 500 рублей, мы понимаем, что абсолютно неадекватная. Но в том случае, правда, если будет факт заражения, уже подтвержденный именно новой коронавирусной инфекцией, там уголовная ответственность уже в рамках Уголовного кодекса поступает. Но дано соответствующее поручение председателя правительства Российской Федерации и уже Государственной Думы, разработаны поправки, которые значительно ужесточат меры административной уголовной ответственности за несоблюдение карантинных мероприятий. Я их озвучивать не буду, вы все их видели в средствах массовой информации. Поэтому вот оперативная ситуация такова, мероприятия мы все проводим, но еще раз хотела бы обратиться к вам. Вот сейчас я об этом неоднократно всегда говорю, весь тот контур мероприятий организационных, которые в субъекте проводятся, это все хорошо. Главное, чтобы он работал. Главное, чтобы каждый из нас, жители Амурской области, очень ответственно относился к тем мероприятиям. Не диванные рассуждения, а практические действия. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Я не буду повторять все банальные вещи, о которых мы говорим. Вам, наверное, уже это не интересно. Моем руки, соблюдаем социальную дистанцию, максимально ограничиваем контакты. Мы заботимся о нашем серебряном поколении, о наших пожилых людях. Мы их максимально ограничиваем и так далее, и так далее. Все соответствующие распорядительные документы на уровне субъекта приведены в действие, внесены соответствующие корректировки и так далее.